Сегодня в агентстве Минск Новости прошел депутатский клуб. На нем обсудили итоги прошедшего форума регионов Беларуси и России, а также развитие сотрудничества в новых политических реалиях. У нас есть вопросы по реализации продукции. В целом, в среднем, реализация продукции снизилась, к сожалению, в этом так называемом сезоне, это сезонная деятельность, почти на 30%. Она снизилась как у нас, так и в Российской Федерации. Что касается нашей ситуации, то импортозамещением мы можем заниматься только в кооперации с российскими производителями. То есть смысл кооперации в чем? Мы делаем ремешок, вы делаете корпус, тот делает то, и каждый у себя за счет общего объема рынка делает выборку той или иной продукции. Тогда получается экономически целесообразен инвестиционный проект. Дефицита медицинского оборудования у нас в Республике Беларусь не будет. Почему? Потому что заранее мы подготовились, то есть разработано оборудование, которое выпускается в Республике Беларусь. Расходные материалы тоже выпускаются в Республике Беларусь, либо в Российской Федерации. Ну и, конечно же, если говорить о тех импортных, либо составляющих, либо что необходимо закупать, то, в принципе, все договоры продолжают свою силу и до конца этого года, и подтверждены до 2025 года. Мы столкнулись с санкционным давлением еще в прошлом году, в июне. То есть мы попали в санкционный пакет номер 4 вместе с Минским автомобильным заводом. Немножко раньше начали эти работы по отношению к нашим российским партнерам. Конечно, после начала специальной операции начали заменять и компоненты, которые получали из Украины. Ну и постепенно выходим на российский рынок. Мы должны закрыть всю Россию. Правильно сказал Александр Григорьевич, что это время возможностей.